Чемпионат мира 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 Все-таки мы в России фехтуем, но есть, видимо, свои личные болельщики. Я думаю, и Аиде было тяжело, и мне. Просто мы, наверное, чересчур не показали своих эмоций, какие бы показали, если бы фехтовали с другими спортсменками из других стран. Не то, чтобы трудно сдерживать. У нас и Аида кричала, и я кричала. То есть эмоции все равно вырывались, как бы мы их не сдерживали. Это спорт, и тут дружба-дружба, и мы, да, подруги по команде, но это спорт. А как можно представить, как вы находились в одном помещении с Аидой, и о чем вы говорили? Вас переделал финал, титул чемпионки мира, но у Аиды есть, у вас нет. Как вы себя вели? Вы о чем-то говорили, вообще обсуждали? Мы просто друг друга поздравили, что она вошла в финал, я попала в финал. Вот, и делились впечатлениями о том, как было действительно сложно сегодня. И Аида все время любила шутить, встретимся в финале. Она постоянно вот это говорила, даже не важно, где мы выступали. То есть она, видимо, себя считает сильной и меня, соответственно. И сколько раз в жизни вы фехтовали с Аидой на тренировках, на соревнованиях еще где-то? И если есть вдруг статистика этих выступлений, так по ощущениям, кто чаще? Ну, статистикой я не занимаюсь, я как бы не считаю, кто больше, кто меньше выигрывал. Тем более Аида буквально полтора года назад родила ребенка. Я родила ребенка шесть лет назад. Я, кстати, передаю своей доченьке привет, она меня сейчас очень смотрит. Дочь, я тебя люблю, скоро ты завтра ко мне приедешь. Вот, статистику мы не вели, но кто она, то я, то она, то я. Когда, как? Ну, вы друг друга уже прям идеально знаете, наверное, да, куда вы уходите? Конечно, тут все друг друга знают, но есть такой момент, что это психология. Сколько бы ты хорошо противника не знал, соперника, если нервы не выдерживают, если очень сильно волнение, что со мной происходило целый день, я очень волновалась, безумно просто. Вот, однако же выдержала. Еще очень важный момент. Вы совсем без тренеров сейчас выступали, когда вот вас-то минутная пауза. Вы приходите, я даю вам, что подсказываю, тренера, вы сели вдвоем и так и сидите, ага, таким, в огромном олимпийском. Вот это насколько тяжело? Да нет, не тяжело, просто это из-за солидарности тренеры не подходят к спортсменам, если они встретились на дорожке из одной сборной. И я считаю, ну, это как-то немножко неправильно, каждый должен разбираться сам. Вы 26 проигрывали. Да. Проигрывала 26, не знаю даже, о чем я думала, наверное. Наверное, хотелось поскорее отыграться, что у меня и получилось. Как-то, ну, она меня обыграла в начале, и она получала уколов, но потом в конце все-таки реабилитировалась. Ну, так все просто, просто надо все-таки вытаскивать. Да, так и пошла вытаскивать или как? Да нет, это я сейчас говорю, что вот надо вытаскивать. Если бы все действия были по нашим словам, то бы мы все, наверное, чемпионками были. Нет, наверное, я все-таки более сконцентрировалась, каждый шаг контролировала. Я старалась просто не спешить, потому что я вот так, и так уже проигрываю, 6-2, я получала уколов. И я немножечко себе сказала, остановись. И укол за уколом пыталась выхаживать и создавать ситуацию. Сегодня все очень много нервничали, в том числе и Валентина Вицали. Мы с ней разговаривали, она очень рано вылетела, она говорит, я не знаю, что происходило. И вот просто говорит, вся на нервах целый день. Вот вы то же самое. Она не смогла их побороть. Как вы их побороли? Как вы в себе это успокоили? Ну, Вицали за свои 40 лет и не раз боролась свои нервы. Она олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира. А я первый раз стала чемпионкой мира. Возможно, я этот день занесу в историю и буду вспоминать все свои эмоции, как я с ними боролась, что я делала, чем занималась в это время. Но сложно, было сложно. Вы же прямо в конспект запишите, да? Спасибо большое. Ну да, думаю, да. А вам смешно, да. Последний вопрос, вы чемпионка мира вообще понимаете? Пока нет. Я пойму, наверное, это когда я стану на пьедестал, я спою любимый гимн Российской Федерации, и тогда я, наверное, все-таки осознаю, что я стала чемпионкой мира. Спасибо большое.